До дня выборов в Государственную Думу шестого созыва осталось немногим более двух месяцев. Однако работа по подготовке к предстоящему голосованию уже вовсю проводится. Технологическое обеспечение избирательных участков в нашем регионе находится в сфере ответственности Брянской областной администрации. Подготовки помещений для голосования, избирательных участков за благоустройство этих подходов к этим участкам. Потому что погода, понимаем, 4 декабря может быть разная. Поэтому сегодня уже до всех муниципальных образований доведено количество избирательных участков. Мест голосования где будут проходить с тем, чтобы можно было подремонтировать, подблагоустроить. Всего по области будет создано 1124 избирательных участка. Помимо благоустройства избирательным комиссиям на местах необходимо будет ознакомиться самим и ознакомить избирателей с новой моделью автоматизированной избирательной урны. В порядке эксперимента такие аппараты по региону будут установлены в 58 пунктах. По окончании выборов туда вводятся бюллетени из переносных ящиков, на которые голосовались. И минут через 20, ну максимум 30 уже выдаст электронный протокол, который только подписывается и все. Здесь нет необходимости сортировать. Вы знаете, как по кучкам сортируют бюллетени за каждую партию. Машина все там посчитает сама. 29 сентября региональное отделение Центральной избирательной комиссии завершает прием заявок от политических партий. К этому моменту каждая политическая сила должна провести свой внутрипартийный съезд и определить свои выборные списки, а также ту предвыборную платформу, то есть те лозунги, с которыми кандидаты выступят перед избирателями. Все агитационные материалы разрешаются в средствах массовой информации в СМИ. Это электронные, печатные, размещать только за 28 дней до дня голосования. Это с 5 ноября текущего года. Как ожидается, в Брянске побороться за места в Государственной Думе 6-го созыва попробуют 7 политических партий. О том, кто именно выйдет к избирателям, станет известно после 19 октября, когда ЦИК утвердит заявки каждого из кандидатов. В целом же эти выборы обещают стать самыми либеральными. В частности, при распределении депутатских мандатов будет использован не только барьер в 7% голосов, но и два дополнительных проходных барьера. Партии, набравшие более 6% голосов, получат по два мандата. И еще набравшие больше 5% голосов, получат по одному мандату. Виталий Угримов, Сергей Ковач. События. Брянск.